Для вручения для номинации на сцену приглашается Народная артистка России Лариса Анатольевна Лужина. Пятая номинация «Лучший эпизод». Для вручения для номинации на сцену приглашается Народная артистка России Лариса Анатольевна Лужина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 что эти ребята, каскадеры, вот они делают ужасные, совершенно тяжелые трюки, очень опасные, их никто не видит, вот Алан делает, когда здесь посмотрела его большой клип, и больше сотни картин у человека, он делает страшнейшие трюки, а на экране появляется лицо актера, думаю, да что же это такое, так это обидно, а здесь я увидела, что он не только гениальный каскадер, но еще и артист великолепный, вчера Хураж, кто смотрел серию «Борожа»? Смотрел, кто здесь вас, нет? Так вот, Алан там играет роль, между прочим, очень интересную роль, очень хорошо сыграл, правда он там злодей, на самом деле он добрый очень человек, но он действительно наказывается еще, помимо каскадерских, у него таких талантов, он еще прекрасный артист, я желаю ребятам, Алан, вам, ну самое главное, чтобы у вас все было благополучно, чтобы у вас, как у всех, ребят, каскадер в дальнейшей жизни, чтобы опасности было, но я знаю, что не будут, но чтобы Бог вас хранил, дай вам действительно счастья, здоровья, все, и вам, детишки, ребята, огромное счастье, успех в этой жизни, будьте счастливы! И почему-то вспомнил слова Галлы, я стараюсь окружить себя людьми, которых могу послать в любой момент, почему-то так стало жаль эту несчастную дворнягу, что это решило многое. Вот как раз я вам сказала про Кураж, где Алан снимался, и вот эта вот сцена меня тоже вчера поразила, вот эта собака, Умка, прекрасная собака в этом фильме, Умка, которую, вы знаете, даже казалось бы, я спросила ее, говорю, как же так, что же с этой собакой сделали, я говорю, она что, действительно пострадала, говорит, нет, нет, она же совершенно как мертвая лежала, думаю, говорит, ее сноотворным накачали, да? Нет, она выпала немножко в олимпи, свином, вот, и лежала в лузу спокойно. Но сыграла она великолепно, я считаю, просто очень здорово. Ну, знаете, как бывает, вот такой эпизод, казалось бы, убитый, ну, подбитый собак, и он влияет на перворазрыв человека, и его решается жизнь, вот от такого взгляда, от такого маленького эпизода, как, собственно, произошло с героем в этой картине Кураж, если кто смотрел. Это премию получает, награду получает собака Умка. Да, Умка взяла здорового, она просто не смогла приехать, потому что занята в картине, вот, оказывается, совершенно другое, оказывается, у нас, у животных тоже есть занятость киношная. Поэтому мы приглашаем на сцену, чтобы получить приз и потом его вручить режиссеру Степановичу и дать подъехать Умке Алану Дямбекову, который снялся в роли владея и подружку Умке, собаку Вишню. Потому что Вишнин, Папа, Евгений, это раньше они работали в одной картине. Аланчик, с таким удовольствием передаю тебе, пусть, хоть не твой, пусть, ты уже любишь удовольствие. Пусть ее, пусть, что вновь. Спасибо большое. Спасибо. Я хочу пару слов сказать по поводу этого гениального пса Умка. Ну, конечно, вы, наверное, не обратили внимания, но когда мы снимали эти дубли, как действительно героически собака отыграла свою роль. Хотя она, так сказать, немножко была под воздействием сладкого тартуна, будем так говорить. Для меня, может быть, это было заметно, потому что мы это видели. Для Виктора было это видно. Но вот когда она окончательно повернулась, и когда у нее медленно-медленно опустился хвостик, это было просто гениально сыгленно, цикленно. Вот. Обязательно передам этот приз режиссеру картины Александру Борисовичу Степановичу. Тем более, вот я хочу еще просто сказать, что буквально он три дня назад не позвонил, говорит, что картина выгнута на номинацию Ника, и вот она меня номинирует на лучшую роль другого планета. Спасибо. Спасибо большое. А собака Юлия сыграла в новую картину «Путевка в жизнь», которую вы тоже увидите на экран, и у Вишни там была не менее сложная роль. Значит, венчина у нас на следующую год будет тоже. Спасибо. Аплодисменты.